Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Сегодня я хочу поговорить о том, что уже через два дня биткоин ожидает массивное движение, к которому ты должен подготовиться прямо сейчас. Также я хочу показать тебе несколько анчейн метрик, которые доказывают нам, что что-то очень важное люди пропускают прямо сейчас на криптовалютном рынке. Если ты холдишь биткоин и инвестируешь в криптовалюту, ты точно найдешь эту информацию интересной. Поэтому обязательно подпишись на канал и поддержи это видео лайком. Меня очень радует, что даже на таком рынке, когда интерес к криптовалюте ниже плинтуса, а статистики даже англоязычных каналов падают на дно, мы все равно набираем минимум 3000 лайков на видео и минимум 40 тысяч просмотров. Это очень круто и я благодарен каждому из вас, кто выражает эту поддержку действием. YouTube отключил монетизацию в России, поэтому ваши лайки фактически то, что поддерживает мое желание продолжать делать эту работу. Поэтому большое, большое вам спасибо, а мы начинаем. И приступим сразу же к этому графику от TradingShot. Это долгосрочный недельный график биткоина, и мы видим здесь, что на протяжении всей истории торговли биткоина существует некая зона покупки, которую этот трейдер обозначил зеленым боксом. Исторически эта зона считалась хорошим временем для того, чтобы накапливать биткоин. Видишь ли, на каждом медвежьем рынке цена биткоина отталкивалась от нее. Это уже происходило трижды. Например, в феврале 2015, также в ноябре 2018 и, наконец, в марте 2020 года. Каждое это падение биткоина отталкивалось из этой зоны покупки. Что интересно, прямо сейчас цена биткоина достигла снова этой зоны покупки. Конечно, ей есть еще куда падать, но исторически, если покупать в этой зоне покупки, то на длинной дистанции в 3-4 года ты получишь очень-очень неплохие иксы. Давай проанализируем прошлый момент, когда цена биткоина достигла этой зоны покупки. Мы видим, что тогда коронавирусное падение привело цену биткоина к самой нижней ее границе. Мы выросли от 3 тысяч долларов до 65 тысяч долларов. Еще одно такое падение наблюдалось в 2018 году, после того, как биткоин достиг 20 тысяч долларов в 2017. Продолжительный медведь и рынок нашел свою поддержку именно на этой зоне покупки. Откуда он вырос с 3 тысяч долларов до 13 тысяч долларов. И, наконец, еще один пример из 2015 года. После того, как биткоин достиг 1200 долларов в 2014 году, он перешел медвежий рынок. И этот медвежий рынок нашел свою зону поддержки опять в этой зоне покупки. Мы видим, что он оттолкнулся от нижней ее границы, после чего он вырос от 200 долларов до 20 тысяч долларов. Поэтому сейчас у нас может быть два сценария. Либо мы оттолкнемся от верхней границы этой зоны покупки, либо от нижней границы этой зоны покупки. Поэтому биткоину есть еще куда падать, но эта зона уже считается хорошей для накопления монет биткоина. Однако это не финансовый совет, а лишь историческое наблюдение. В этом свете я хочу показать тебе вот эту ончейн-метрику. Это общее количество монет биткоина, которые держат краткосрочные холдеры и которые еще находятся в профите. Как мы видим, этот график сейчас стремительно падает. Это значит, что все больше краткосрочных холдеров капитулируют на рынке. Они больше не могут мириться со своими потерями и просто-напросто избавляются от монет. Заметь, что исторически, когда эта метрика падала до бирюзового бокса, это означало, что цена биткоина достигала своего дна. Так было, например, в 2012 году, так было в 2015, посмотри, вот эта метрика, она упала до этого бокса. И в это же время медвежий рынок нашел свое дно. И так было в 2019, эта метрика достигла этого бокса, а цена биткоина достигла своего дна. И прямо сейчас, как мы видим, эта метрика приближается к этому боксу. И да, у нас еще есть место, куда падать, но дно уже близко. Теперь я хочу показать тебе вот этот график. Сверху мы видим цену биткоина, на которой обозначены длительности медвежьих рынков главной криптовалюты. А внизу мы видим популярность запроса «Медвежий рынок» в Гугле. Когда мы наблюдали такие скачки интереса к медвежьему рынку в Гугле, в прошлом биткоин, как ни странно, либо уже достигал, либо был на пути к достижению своего дна. Сейчас мы видим очередной всплеск популярности этого запроса, и он намного более популярный, чем в 2018 году. Очень интересное наблюдение, не так ли? Ведь пики популярности поискового запроса «Медвежий рынок» практически совпадали с достижением ценой биткоина своего дна после продолжительного падения. Итак, переходим к тому, что будет 10 июня 2022-го. Это очень важная дата для биткоина. В этот день мы получим обновление по CPI, то есть по индексу потребительских цен. Этот показатель повлияет на решение ФРС США, захотят ли они продолжать свою политику сокращения баланса и поднятия ставок или нет. Если CPI продолжит снижаться и будет ниже прогноза, мы увидим памп биткоина. Ну и наоборот. Так что эта дата очень важна для всех трейдеров. Именно поэтому сейчас рынки торгуются в боковике, все в ожидании этого нового отчета про инфляцию. И напоследок я хочу показать тебе эту диаграмму. Посмотри на последнюю огромную красную свечу. Что это вообще такое? Это огромная покупка биткоинов совсем недавно. Это почти 38,5 тысяч монет за последний день. Какие-то серьезные игроки или может быть даже один игрок приобрел биткоины на сумму 1,1 миллиарда долларов на этом падении. И сейчас их больше нет на биржах, их вывели. И кстати, если мы посмотрим эту информацию за май месяц, то заметим, что больше красных свечей, чем зеленых. Это означает, что биткоин чаще покупали и выводили с бирж, чем заводили на бирже и продавали. Вот что делают большие игроки. И они выигрывают в этой игре, потому что розничные инвесторы, краткосрочные инвесторы, как мы сегодня уже с тобой видели на этом графике, паникуют и избавляются от своих монет в то время, когда крупные игроки, наоборот, накапливают их. Вот что происходит на самом деле. Вот о чем этот рынок. Пока краткосрочные инвесторы в ужасе от волатильности биткоина на 2000 долларов вверх и вниз, крупные инвесторы просто забирают эти монеты с бирж и выводят их на свои кошельки. Не поддавайся этим играм. Если я купил биткоин, значит я верю в него и готов держать его много-много лет, и мне все равно, что происходит с его ценой. И чем больше проходит времени, тем меньше меня беспокоят эти падения. В этом и секрет долгосрочных инвестиций в биткоин. Чем больше лет проходит, тем меньше падение цены на тебя влияет. Какая разница, упал он до 40 тысяч, 30, может быть даже до 15 тысяч долларов, если ты покупал его на 3 тысячи долларов. Умеешь ждать, получишь награду. Кстати, до 15 тысяч долларов он таки может упасть, потому что нижняя граница этого канала сейчас составляет 15 с половиной тысяч долларов. На этом все, меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok